Месяц назад на горячую линию Новой Одессы Но и обрушение потолка, только в этот раз в большем объеме Как утверждают коммунальные службы, причиной обрушения стала многолетняя утечка воды из прогнивших труб А также треснувшего слива воды в душевой кабинке Для выполнения качественного и дорогостоящего ремонта требуется подробная техническая экспертиза Состояния потолочного перекрытия, которую, со слов Натальи Шимоновной, коммунальщики отказываются ей предоставлять Только после визита корреспондента Новой Одессы к начальнику ЖКСа Хмельницкого дело сдвинулось с мертвой точки Валерий Урывко обследовал квартиру и предложил приступить к ремонту Но прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы, Наталья Шимоновна все же потребовала провести техническую экспертизу После этого директор пообещал заказать ее в соответствующем институте и предоставить в течение недели Спустя месяц, так и не получив нужный документ, корреспондент Новой Одессы вместе с Натальей Шимоновной вновь отправились в коммунальный сервис Когда вы дадите мне техническое заключение на руки, копию, заверенную копию со всеми страничками Я внимательно изучу, я приму взвешенное решение, я проконсультируюсь с кем нужно и дам вам ответ Все, если наши цели... Мы согласуемся, я буду только счастлива Поскольку завтра вы будете дома, что подошел главный инженер с представителем специализированной организации с техническим заключением Я официально передал его вам Я могу здесь его получить, у меня есть проблема Тогда подождите, я вас предупредил, главный инженер сейчас на заявочке, на вызове Подождите, она подойдет и вам дадут ученическое заключение Валерий Урывко поторопил главного инженера Елена Васильевна, подойдите, пожалуйста, в ЖКС Пришла женщина с Печниковой 112, хочет получить техническое заключение На руки, хочу получить На руки Лена, срочно, срочно, тут телевидение Спустя несколько минут главный инженер предоставила должную копию акта технической экспертизы Натальи Шимоновной Теперь, внимательно изучив документ, она сможет приступить к ремонту Наконец-то акт технической экспертизы по состоянию моей квартиры находится у меня на руках Более года мои безуспешные попытки походов в ДЭС, походов в ЖЭК и просьба их выдать мне такое заключение Заказав его в специальном институте, не уменьшалось успехом Они всегда мне отказывали И только теперь, благодаря телеканалу «Новая Одесса» и помощи, и поддержке Наконец-то это техническое заключение находится у меня на руках Что позволит мне принять правильное, взвешенное, вменяемое решение Каким образом выбраться мне из сложившейся катастрофической ситуации «Новая Одесса» продолжает следить за сложившейся ситуацией по улице Мечникова 112 В прошлом месяце на горячую линию «Новой Одессы» обращались жители улицы Ицха-Карабина После каждого дождя около дома номер 4 остается огромная лужа Которая мешает пешеходам нормально ходить Из-за забитой ливневой системы вода нисходит длительное время Застаивается и воняет Неоднократные обращения в коммунальные службы результата не приносили Тогда корреспондент «Новой Одессы» вместе с Николаем Елисеевичем Посетили начальника ЖКС Черемушки Юрий Панков принял очередное заявление И пообещал в кратчайшие сроки прочистить ливневую систему Спустя две недели колодцы были вычищены Но, как утверждают жители, не совсем добросовестно По телефону нашему корреспонденту Юрий Панков заявил Что проверить качество выполненных работ можно только после дождя Вычистили три ливневых колодца, нарадами четыре Весь этот пил, который мы вычистили, мы весь вывезли Ждем дождь, покажет у нас, как они, как они работают А так все вычищено, все работы проведены? Ну, конечно После осадков Новая Одесса свяжется с Николаем Елисеевичем И продолжает следить за развитием событий На горячую линию Новой Одессы обратилась жительница улицы Запорожской Элеонора Гольцева В доме 4-8 слабое давление в водопроводных трубах До жителей верхних этажей вода доходит с очень маленьким напором Что доставляет значительные неудобства одесситам Неоднократные обращения в коммунальный сервис С требованием разобраться в сложившейся ситуации Результаты не приносят На 4-5 этажи не поступает у нас вода В декабре месяце 12-го года я пришла к Кравчу Я взяла, написала письмо Ей, урывка, копии, все, да? И пошла к урывке подписать Значит, утром нельзя было помыться Днем не постирать Вечером я собираю посуду Успеваю помыть только три тарелки А ледяная вода зима И кастрюли уже моются ледяной водой Так? После этого пришла ко мне комиссия Посмотрели и дали ответ Сказали, что у меня все идет нормальный напор Чтобы выяснить, когда коммунальный сервис собирается реагировать на обращение одесситки Спецкорреспондент новой Одессы Отправился на прием к директору ЖКС Хмельницкий Валерий урывка пообещал разобраться с проблемой в ближайшее время Сейчас пока ничего не могу сказать 12.00 Вы придете на место и обследуете Ну посмотрим, конечно Я знаю этот дом Там бесподвальный дом Бесподвальный Все коммуникации идут в шахтах Поэтому посмотрим, что сейчас можно сказать У соседей посмотрим Потому что с этого дома я знаю, что По воде жалоб не было Поэтому посмотрим, ничего не будем говорить Так, выйдем на место и выясним На следующей неделе Новая Одесса свяжется с Валерием урывка И выяснит результат обследования Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова